всем привет сегодня разбирают трешку в жека современник пятая очередь надо сказать потому что все предыдущие уже раз проданы и поэтому друзья смотрите ролик вдруг эта квартира вашей мечты но чтобы до конца в этом убедиться смотрите обзор который я делал с пашем репиным на этот жека поехали и так же к современник пятая очередь эта квартира трехкомнатная седьмой этаж стоит 7 миллионов три тысячи семьсот сорок три рубля странно почему такие цифры появляются но как-то есть видимо в этом логика когда высчитывают стоимость до рубля и копейки ну да ладно 69 квадратных метров вид отделки под ключ что здесь интересного друзья я обнаружил что здесь помимо планировки есть еще 3d планировка это как бы вид сверху помните я недавно разбирал планировки на pinterest так вот видимо ребята пошли по этому пути делать объемно красочно в цвете кстати ссылочки можете тоже посмотреть те видеоролики которые я снимал ну а мы сегодня разбираем же к современник 5 это трешка друзья трешка с чего бы начать то вы знаете начну не с планировки начину прям сайта когда я ковырялся на их сайте и пытался найти квартиру капец я запутался ребята ну сайт мне кажется надо срочно переделывать потому что там вообще ничего не понятно я бы честно говоря если бы не был заинтересован в этом обзоре и вы бы меня об этом не попросили я бы уже бросил и ушел бы оттуда маркетологи подумайте над этим трешка я наверное буду смотреть сразу же 3d вариант потому что на нем как-то интереснее но иногда буду и предлагать посмотреть просто на планировки в 2d так сказать итак заходим мы попадаем в прихожую достаточно большую и при сторону просторную это кстати очень хорошо вдоль стены отлично располагается шкаф прям очень хорошо напротив входа как я люблю можно поставить какую-нибудь красоту виде консоли зеркала или просто зеркало в полный рост дальше мы попадаем в коридор из которого уже в различные помещения и вот здесь в этой квартире в отличие от брусники например мы сразу же можем зайти на кухню то есть наше общественное пространство находится ближе всего ко входу а спальне подальше и это правильно с точки зрения логики и проживания людей в этой квартире и так рядом с кухней находится гостиная и здесь мы видим что часть стены это такая тоненькая перегородка которую мы можем при желании убрать но мало ли кто-то захочет кухню объединить с гостиной я кстати за этот вариант всегда обоими руками потому что я считаю общественное пространство должно быть общим кухня с гостиной должны быть объединены ведь мы днем уходим на работу встречаемся только вечером и нужно где-то поговорить пообщаться и во время готовки еды тоже кстати про это я снимал отдельно ролик кому интересно можете посмотреть ну а здесь мы смотрим что у нас получается у нас может получиться общее большое пространство вход в которое мы можем сделать большим потому что здесь тоже перегородка и частично коридор будет работать на гостиную то есть вот его площадь визуально будет помогать нам создать вот тот самый необходимый объем поэтому можно этим пользоваться друзья я бы точно воспользовался а это рекламная пауза товарищи в которой я расскажу вам о своей услуге называется она разбор планировок дело в том что вы можете прислать мне планировку своей квартиры а я сделаю эскиз вашей планировки с учетом всех своих знаний которые я применю и сделаю так чтобы ваша квартира стала удобной функциональной и в будущем красивой ведь планировка это 50 процентов всего дизайна как говорят все самые знаменитые дизайнеры в мире обращайтесь ссылочка в описании ну и что здесь можно сделать как расставить мебель застройщик нам предлагает поставить кухонный гарнитур вдоль стены стол тоже прижать к стене все то как я прям будет ненавижу в гостиной этот диван какой-то здоровенный вдоль него в какую-то нишу там тумба с телевизором но в общем какая-то такая история я бы наверное сделал вот так друзья я бы поставил кухонный гарнитур вот так высокие шкафы сюда бы я бы может остров как-то вот поставил сюда бы стол кругленький здесь бы диван вот так расположил и напротив вот так телевизор кресло бы еще влезло надо подробно смотреть каждую квартиру досконально ее мерить потому что каждая квартира и расстановка мебели этого знаете не просто пришел поставил нужно высчитывать каждый сантиметр считать каждый проход и not всегда это какой-то индивидуальный случай но концептуально расстановку мебели я всегда могу вам предложить что с удовольствием и делаю но идем дальше дальше по коридору мы попадаем в 2 спальни 1 с балконом другая без и вот что мне интересно стало так это то что для детской эта комната с балкона здесь предусматривается кстати есть еще и второе окно наверное детскую сюда расположили только из-за того что не нашли место куда поставить шкаф поэтому поставили сюда в общем кровать для ребенка стол письменный и собственно все видимо стеллажи еще какие-то nokia и пускай будет так следующая комната спальня вот здесь вот для меня непонятным стало то что почему шкаф не до стены то не доходит как-то он обрывается странно то есть ну то вся одежда то не влезет то есть раз уж шкаф мы ставим ну так ставьте уж его до стены то есть вот если мы на планировке посмотрим то шкаф надо поставить до стены и дальше уже кровать но собственно говоря как она и здесь находится здесь перепланировку наверное никакую делать не следует здесь надо очень досконально подумать над расстановкой мебели вот и все остается санузел и ванна опять традиционно в ванной стоит стиральная машина я бы ее переносил в санузел и санузел у меня бы становился такой гостевой санузел и он же постирочная для того чтобы ванную комнату оформить как такую знаете комнату для релакса в которую мы ходим с удовольствием моемся умываемся и все такое прочее делаем это с удовольствием и никакая стиральная машина нам не напоминает а а бытовой стороне нашей жизни так сказать о наших каких-то домашних обязанностях но где-то же мы должны расслабляться в конце концов вот друзья такой небольшой обзор у меня получился пишите в комментариях что вы по этому поводу думаете но на этом все ставьте лайк жмите на колокольчик подписывайтесь на канал ну и конечно с наступающим новым годом все пока да прибудет с вами муза